Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Актуальное интервью». Сегодня мы беседуем с директором Севастопольского художественного музея имени Михаила Павловича Крошицкого Александром Олеговичем Литвиненко. Александр Олегович, вот уже почти два года в помещении музея на проспекте Нахимова ведутся ремонтно-реставрационные работы, и все это время вы располагаетесь здесь, в помещении кинотеатра «Москва». Расскажите о том, как вам живется в течение этого времени и как работает музей вот в таком, будем говорить, усеченном формате. Да, 1 июля 2018 года по решению правительства Севастополя музей был перемещен на временные места пребывания, на временные площадки, и здание было передано Департаменту капитального строительства для проведения ремонта реставрационных работ в ходе исполнения федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Одна из площадок, на которых мы с вами находимся, является теперь постоянным экспозиционным залом Севастопольского художественного музея имени Михаила Павловича Крашинского. Мы открылись в ноябре 2018 года. За это время мы приобрели уже опыт работы, ну скажем, в ограниченно слегка стесненных условиях. Зал, как вы видите, невелик. Вместе с тем, наши сотрудники, специалисты высочайшего уровня, продумывали о том, чтобы коллекция музея, которая составляет более 11 тысяч живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства, в полной мере представлена как лицо, как визитная карточка нашего музея. Здесь представлено 69 предметов. Давайте поговорим, по какому принципу они отбирались для этой экспозиции. Ну, во-первых, первый принцип – это представить весь широкий спектр работ живописных, которые представлены в коллекции музея. Во-вторых, обеспечить максимальную сохранность и безопасность наших музейных предметов, экспонируемых в этом зале, с точки зрения поддержания температуры влажного режима. Поэтому все работы, 68 живописных работ, находящихся в зале, это масло-холст. То есть работы, максимально, скажем так, приспособленные к возможным перепадам небольшим в пределах определенных рамок температуры влажных режимах. Здесь созданы хорошие условия, как вы видите, несмотря на жаркую погоду за стенами нашего зала, климатические системы, увлажнители, осушители, кварцевые лампы. Поэтому это был еще один из главных критериев – обеспечить безусловную сохранность постоянной коллекции, представленной здесь. Ну и один предмет у нас декоративно-прикладного искусства, появившийся в прошлом году. Это подарен нам одним из художников города Севастополя. Поэтому я считаю, что зал весьма интересен для посетителей. Здесь представлено, как я говорю, 68 работ, 13 работ зарубежного искусства 17-19 века и, соответственно, 55 работ русского искусства 18-19 века. Самый широкий спектр – от портрета, до марины, до пейзажа, до натюрморта и так далее. То есть даже на самый взыскательный вкус приходящих сюда людей, они получают большое удовольствие от общения вот с такими прекрасными произведениями искусства. Здесь у нас работает научно-просветительский отдел, научные сотрудники, которые не прекращают ни на один день работу по своему профилю деятельности, то есть это просветительская деятельность. Естественно, при личном общении, тематических лекциях, выступлениях перед людьми, ну, в известный период, к сожалению, с марта этого года, мы в основном переместились в виртуальное пространство, провели на сайте нашего музея более 20 виртуальных выставок, приняли участие в интермузее, за что удостоены диплома. То есть я скажу вам, что работа весьма активна. Казалось бы, небольшой зал, ну, определенная ограниченность представлений коллекции, но и приходящие сюда люди приходят, и главное, что спрашивают, ну, когда вы откроетесь? Когда вы откроетесь, хотелось бы увидеть в полной мере представленные нам те коллекции. Интересные вопросы, актуальные. Есть ли какие-то новости, когда откроется здание на проспекте Нахимова? Из нашего общения с заказчиком, то есть дирекция, капстроительство, мы обладаем следующей информацией. В этом году большой контракт по ремонту и реставрационным работам разбит на малые, скажем так, контракты. Сейчас идет исполнение, завершение исполнения одного из важных, внешне важных объемов – это ремонт и реставрационные работы на фасаде. Как мы помним, фасад нашего здания весьма интересен. Он относится к жанру архитектурной эклектики, там все элементы барокко-классицизма, неоклассицизма. Очень интересен. Хозяин здания, купец Говалов, безусловно, был ценитель искусства, но мы так себе предполагаем, что он сказал – хочу, чтобы было красиво. Получилось на самом деле красиво, потому что уже более чем 120 лет фасад нашего здания радует и севастопольцев, и наших жителей. Сейчас идут работы на фасаде. Следующая важнейшая задача, которую должны поставили перед собой строители и заказчики – это закрытие оконных и дверных проемов. Как мы с вами понимаем, зданию более 120 лет. Работы по укреплению его конструктива металлическими там всякими изделиями, они уже проведены, но закрыть предстоящий холодный период года надо. Далее, насколько я владею ситуацией, заказчик говорит, что будет принимать решение о продолжении работы с нынешним подрядчиком из Санкт-Петербурга ООО «ГУАР», либо выставление на конкурс данного объекта и прилечение новых. Поэтому мы считаем так, и главное во всех служебных совещаниях, которые проводятся на различном уровне от заместителя, губернатора, руководителей, главное наше требование и просьба – это качество. Качество, естественно, и сроки. Если мы коснулись темы ремонта реставрационных работ, это настолько долгожданное событие, что даже вот эти временные трудности мы, сотрудники, стоически переносим и понимаем, что оно того стоит. Потому что только на 1,8 раза увеличится площадь экспозиционная для постоянных и временных экспозиций. Наши соседи, уважаемые, первая музыкальная школа имени Римского-Корского, переехало специально подготовленное здание. Теперь у нас будет 4 этажа и цокольный этаж. Практически 5 этажей. Мы можем принимать, практически более 200 метров будет под временной экспозиции. Одна из важнейших деятельностей музеев – это обменные выставки, проведение временных экспозиций. Экспозиции после пленеров, проводимых в Крыму. Поэтому надежды у нас самые-самые позитивные. Самое главное, что будет планироваться по техническому заданию, в которое, кстати, мы отслеживали его составление в 2017 году. И сейчас мы провели более 8 совещаний с подрядчиком. В рамках закона просили скорректировать тех заданий по музейному оборудованию. Время на месте не стоит. Меняются требования, меняются различные технические приспособления. Поэтому самое главное будет создание условий для сохранности постоянной экспозиции и коллекции фондового хранения. Вот на этом, собственно говоря, этой надеждой мы живем. Мы, по крайней мере, не унываем и к тому же призываем и севастопольцев. История художественного музея севастопольского необычайно богата, насыщена событиями. И в течение нескольких минут обо всех рассказать, конечно же, невозможно. И, тем не менее, давайте коснемся самых главных этапов истории нашего художественного музея и, конечно же, такой личности, как Михаил Павлович Крашицкий. Наш музей создан в 1927 году. В основе его коллекции состоит коллекция расформированного в то время Ялкинского художественного музея, музея Тавриды, а также национализированных частных коллекций. Ни для кого не является секретом, что Крым, южный берег Крыма, был насыщен дворцами, усадьбами, дачами, скажем так, элиты царской, императорской России. Поэтому большая часть работ поступила нам именно с этих собраний. В дальнейшем нашу коллекцию пополняли очень существенно в пополнении ценнейшими работами, 12 работ с Третьяковской галереей, с музейных образований и других федерального значения, ну, в то время союзного. Поэтому, собственно говоря, уже к началу Великой Отечественной войны коллекция музея была очень интересна. В 1938 году Михаил Павлович Крашицкий возглавил наш музей и, собственно, и носит наш музей это имя с 1991 года именно в знак благодарности к этому человеку, неоценимого его вклада, личного вклада в спасение коллекции. Наиболее ценные полотна живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, пластики он эвакуировал. Эвакуировал, как вы помните, совершив настоящий гражданский подвиг, оставив здесь свою семью с малолетним ребенком, а сам на военных кораблях через порты Черного моря, пересекая Каспий, Среднюю Азию, добрался до Томска. То есть, собственно говоря, в 1941 году был совершен гражданский подвиг человека Михаила Павловича Крашицкого, который спас наиболее существенную часть нашего музея. Музей находился правее здания арки въезда во внутренний двор, ныне на просвете Нахимова. Время войны он был полностью разрушен. В 1945 году коллекция музея вернулась в Симферополь. Михаил Павлович настоял на том, чтобы название было Симферопольский Севастопольский художественный музей, отметал любые предложения оставить коллекцию в Симферополе и забыть Нивку. Он был патриотом Севастополя в полном смысле слова, коренным севастопольцем. В 1956 году коллекция перебралась сюда, находилась в детском садике на горке в центральном городском холме. И уже в 1958 году она уже более 60 лет находилась на проспекте Нахимова, соседствуя вместе с музыкальной школой. Особый импульс был, конечно, придан развитию нашего музея позже 2014 года. Если до этого практически каких-то средств для пополнения коллекций, приобретения у частных коллекционеров, у авторов не выделялось, то уже в российское время эта статья бюджета постоянно планируется и определяется нашему музею, пополняется музейная коллекция. Ну и самое главное, как мы с вами только что говорили, это вот этот капитальный ремонт, ремонт и реставрационную работу. Ну это просто новая жизнь будет в музее, абсолютно новый этап. Временная постоянная экспозиция развернута здесь, в кинотеатре Москва. Но кроме всего прочего, прежде чем пришлось вынужденно перейти в виртуальное пространство, проводилось огромное количество выставок очень интересных и проводится, я так понимаю, сейчас. Расскажите более подробно об этом. Я могу сказать, за прошедший год мы провели более 24 выставок. Значит, основные места для проведения выставок четырем массовых мероприятий, которые определены в государственном задании для каждого музея, в том числе для нашего, проходили здесь, в фойе кинотеатра, в кинозале кинотеатра, любезно предоставлено нам директором объединения «Севастополь кино», то есть мы в содружестве и всяческой взаимопомощи. И в месте временного нашего размещения это один из военных городков Черноморского высшего военно-морского училища на улице Парковой. Великолепное здание с прекрасными экспозиционными площадями на двух фойе, прекрасным лекционным залом. Вот не далее, как прошлую субботу, накануне Дня военно-морского флота, мы провели ночь в музее, перенесенную с мая этого года, именно там. Значит, наши сотрудники во главе с заместителем директора по научной работе провели целый цикл интереснейших массовых мероприятий, и викторийные тематические лекции, и показ картин из фондов. То есть, я вам скажу, более полутысячи курсантов приняло в нем участие. То есть, я вам скажу, что выставочная деятельность не останавливалась. В этом году, естественно, на длительном протяжении мы не проводили именно таких временных выставок здесь, но на территории Нахимовского училища и сейчас размещены две наших выставки, и в дальнейшем они там будут проходить. С изменением эпидемической ситуации, с изменением требований Роспотребнадзора мы, естественно, вернем временные выставки сюда. Работа с молодежью, работа с нашими школьниками – это отдельная статья для наших музеев. Как вы ее проводите? На протяжении нашего перемещения и начала работы с ноября 2018 года мы провели десятки мероприятий, совместно корректируя нашу деятельность с департаментом образования, с дошкольными учреждениями, с учреждениями дополнительного образования, с музыкальными школами, с художественной школой, с вузами наших, с филиалом МГУ, как я сказал, Черноморское высшее аноморское училище, филиал нашего Севастопольского технического университета. Представляет большой интерес. Как наши сотрудники ходят и выступают там, соответственно, с цифровыми носителями, так и сюда приходят представители, в частности, детки младших классов. Десятками буквально приходили, записывались по программе, включали в учебный процесс это. То есть это очень даже нравилось и деткам особенно, потому что не в классе, а в зале картинной галереи, музее провести занятия очень интересно. Мастер-классы, дети с удовольствием занимались. И лепкой, изготовлением вот бумажных различных изделий и так далее. То есть наши сотрудники есть очень грамотные, подготовленные в плане работы с детками, с юношами. То есть есть целый ряд сотрудников, но которые просто на этом как бы работают очень профессионально. Поэтому я вам скажу, что с точки зрения работы с учреждениями нашими, я думаю, что вот с началом, буквально через месяц учебного года и опять же приходится все время брать ссылку на разрешение по эпидемической ситуации, эта работа продолжится. Мы очень надеемся, что ремонтно-реставрационные работы в здании музея на проспекте Нахимова не будут затягиваться и что, дай бог, в скором времени вы переедете в свое родное здание, будете работать в новых условиях, этого ждете вы, этого ждут сотрудники музея и этого ждет весь город, вне всяких сомнений. Ну а пока давайте еще раз напомним всем, что музей тем не менее продолжает работать, продолжает действовать и в завершение беседы пригласим всех. Уважаемые севастопольцы и гости города-героя Севастополя, до завершения ремонта реставрационных работ на проспекте Нахимова зал постоянной экспозиции нашего музея находится в кинотеатре Москва на проспекте генерала Острякова, дом 70. Милости просим вас, мы работаем все дни кроме понедельника с 10 до 17 часов. Научные сотрудники нашего музея готовы провести с вами интересные увлекательные экскурсии. Добро пожаловать! Александр Олегович, я благодарю вас за интересную беседу и до встречи в музее на проспекте генерала Острякова в кинотеатре Москва и на проспекте Нахимова. Благодарю вас!